Эта новость подожгла просто интернет. Будущий кандидат в президенты представляет такую модель Белого дома, которая будет построена на модели Ваканды. Это из известного фильма «Черная пантера». Всем привет, ребята! Сегодня у нас интересный выпуск, он больше как обзорный, с разбором одного интересного интервью Канни Уэста, когда он объявил о том, что он будет баллотироваться в президенты. Перед началом съемки я проверяла твиттер и увидела, как Канни просто начал массово твитить какую-то дичь, но полнейшую ахинею. Я так понимаю, у них там внутренние какие-то терки в семье или что-то такое. Но мы не будем вдаваться в эти семейные драмы и перейдем к сути. Перед тем, как мы начнем это, я пробежалась по просторам интернета и выбрала для вас интересные фразы, которые говорили разные медиа по поводу его президентства, так сказать. So, guys, стартуем! В общем, что они сказали в самом начале? This news lit the internet on fire, even as pundits were trying to discern how serious he was. Lit the internet on fire – это взорвало интернет, грубо говоря. To light something up – это поджечь что-то. Эта новость подожгла просто интернет. You lit a car on fire? Pundits – это синоним к слову experts, то есть эксперты. Если вы смотрите американские новости, то вы часто услышите это слово – pundits. То есть эксперты, которые обычно промоутят какую-то политическую партию и являются экспертами в каком-то вопросе. Многие сомневаются в решительности рэпера стать президентом, но также пишут West denies it is a publicity stunt for his upcoming album. Stunt – это трюк. Publicity stunt – это такой пиарный трюк. У нас это обычно говорят пиар-ход, поэтому publicity stunt – это пиар-ход. То есть многие думают, что это просто пиар-ход перед его альбомом. И я того же мнения. Давайте посмотрим на предвыборную кампанию Канни Уэста и что он хочет сделать как президент. То есть у новоиспеченного кандидата в президенты Канни Уэста уже есть поддержка в лице Илона Маска. И obscure vice presidential candidate. То есть obscure – это малоизвестный или какой-то непонятный. Например, Другие фразы из этого отрывка. Run for president – это баллотироваться в президенты. Banner – это лозунг или баннер, если это прямой перевод. В конце West говорит To do something to win – это значит делать что-то, чтобы победить. Также Вест сказал, что он больше не поддерживает президента Трампа. И вот его прямая цитата. Если вы подумали, что to take a red hat off – это новая идиома, то нет. Это культурный феномен Америки. Потому что один из мерчев, который продает предвыборная кампания Трампа – это такая красная шапка с надписью Make America Great Again. Если вы носите эту кепку, то это значит, что вы поддерживаете Трампа, его избирательную кампанию и так далее. Почему красная кепка? Потому что красный – это цвет республиканской партии в США, а у демократов это синий цвет, соответственно. Поэтому Канни говорит, что все, с этим интервью he is taking the red hat off. То есть он снимает вот эту вот красную кепку and he no longer, то есть больше не поддерживает Трампа. Потом он сказал еще одну очень controversial фразу, которая вызвала большой резонанс. И вот что он говорит. He is okay with siphoning of black votes from the democratic nominee, thus helping Trump. I'm not denying it, I just told you. To say that the black vote is democratic is a form of racism and white supremacy. Есть такой стереотип, что афроамериканские голоса в США это в основном демократические голоса. То есть, что афроамериканцы не голосуют за республиканцев. И поэтому тут Канни как бы не согласен в корне с этим стереотипом и считает, что это okay to siphon off votes from the democratic party. То есть, siphon off это красть, воровать незаконным способом, ну, сливать, так сказать. То есть, если он сольет вот эти вот голоса и они пойдут как бы в поддержку Трампа, то он не видит никаких проблем с этим. Если ты хочешь получать классный и полезный английский контент каждый месяц, то тогда у нас для тебя есть абонемент. Это весь английский в одном месте. Тебе будут доступны разговорные клубы, проверка домашних заданий от профессионального преподавателя и многое другое. Если ты хочешь окружить тебя полезным английским контентом, то тогда ко по ссылке в описании. И еще Канни поделился таким откровением, что he has never voted in his life. To vote это голосовать за что-то или за кого-то. И также он рассказал в интервью The Guardian следующую вещь. I was threatened as a black man into the democratic party and that's what the Democrats are doing emotionally to my people, threatening them to the point where this white man can tell a black man if you don't vote for me, you're not black. То есть он говорит I was threatened, это значит мне угрожали. Ну, если он не проголосует за демократа, то тогда ему скажут, что he's not black enough or he's not black. И также Канни поделился еще одним откровением To be sick with something, это значит болеть чем-то. То есть, да, Канни переболел коронавирусом в феврале, но сейчас он здоров и чувствует себя отлично. По его твитам это не выглядит так, что он чувствует себя отлично, но тем не менее. Но, несмотря на то, что он переболел коронавирусом, у него есть особенный взгляд на вакцины. И вот что он говорит. To be suspicious of something, значит подозревать что-то или недоверительно к чему-то относиться, а вакцины против коронавируса он называет Mark of the Beast. По сути, наш эквивалент это было бы как бы проделками дьявола или что-то в этом роде. Он утверждает, что they want to put chips inside of us, то есть они хотят зачипировать нас, и что это ни к чему хорошему не приведет. Вот я удивляюсь только одному, потому что есть Илон Маск, который говорит там про чипирование, про Neuralink и так далее, но он поддерживает Канни, но Канни говорит, что Ну и, конечно же, он сказал немного про свое видение того, как будет выглядеть белый дом внутри Канни и Уэстом. To envision something это представлять, воображать, как бы видеть что-то, потому что vision это видение, envision это представлять. Будущий кандидат в президенты представляет такую модель белого дома, которая будет построена на модели Ваканды. Это из известного фильма Черная пантера. И дальше он продолжает, как бы, эту тему. I'm going to use the framework of Wakanda right now, because it's the best explanation of what our design group is going to feel like in the White House. Framework – это концепция. То есть он хочет использовать именно модель Ваканды, потому что он считает, что это самая рабочая концепция, и это то, что будет делать его дизайн-группа в Белом доме. Так вот, ребята, это интервью очень длинное, вы можете его почитать. Мы прикрепили ссылочку в описании. Это был телефонный разговор, который длился 4 часа, и потом его просто перенесли в письменную форму. Почитайте, там много интересных вещей и также много интересных английских слов. В комментарии напишите нам, какой вы считаете наиболее подходящий лозунг к избирательной компании «Коней Уэста». Подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся с вами в следующем выпуске.